В этот конкурс нас пригласила знакомая, очень хорошая, именно с общественной палатой Кабардино-Балкарии, Рита Ефензиева. Она сказала, что мы обязательно должны поучаствовать в этом конкурсе, так как видела нашу работу, наши работы с Ахматом Байсиевым, так как он тоже здесь был представлен. Ну и в принципе, я очень часто участвую в конкурсах, сам являюсь директором фестиваля фотографов и видеографов. И считаю, что необходимо действительно развивать и туризм, и показывать нашу республику. И чем больше мы будем это делать, тем больше людей смогут увидеть не только отрицательные стороны, да, там Кавказа, да, как мнимые вот эти все, что было у нас раньше, но и смогут увидеть прекрас и красоту. Ну и Эльбрус всегда славился, славился тем, что он был всемирно известен и очень коварен, суров, притягателен, много легенд о нем сказано. Поэтому я считаю, что именно вот с помощью своей фотографии я еще раз показал именно то, что Эльбрус может быть разным. И картина называется «Краски Эльбруса». Он бывает очень разный, то есть если ты будешь сидеть один день смотреть на него, на следующий день он таким же не будет, он будет всегда разным. Цвета просто умопомрачительные, от ярко-фиолетового до темно-желтого, коричневого. То есть передать полностью красоту Эльбруса, наверное, не сможет еще, не смог никто. Поэтому у меня вот эта попытка была, и я вот отправил именно эту фотографию, на этот конкурс. Я скажу так, что это лишний раз доказывает вот именно фотографии из Кабардино-Балкарии, которые я высылаю с видами, с людьми, и они становятся финалистами. Это лишний раз доказывает то, что действительно у нас очень замечательная страна, красивая страна, красивые регионы. И фотографу остается только запечатлеть и передать это. И поэтому эти фотографии и пользуются успехом, и выходят в финал, и побеждают. Я считаю, что надо делать этого побольше, надо это делать, подавать красиво, это надо делать масштабно. И не только на уровне Российской Федерации, но и на всемирном уровне давать так, как подают другие. Допустим, возьмем Турцию. Турция не такая большая страна, но при этом все мы о ней знаем, о всех ее прекрасах. Но мало знаем о том, что есть у нас в России. Поэтому я считаю, что эта работа очень хорошая, необходимая. Давно пора было начинать, развивать и достигать тех высот, которые уже, чтобы нас, как в песне поется, нас не догонят. То есть надо сделать так, чтобы нас никогда не догнали и не перегнали. В первую очередь общение. Победа не столь важна. Почему? Потому что победа – это очень субъективное мнение людей. И тем более в творчестве. Каждый человек, тем более фотограф, он видит, как хочет. Я так вижу, да, как вот фотограф играет. Поэтому сказать, что да, вот эта работа лучшая, я бы не сказал бы. То есть по каким-то определенным качествам, по каким-то определенным правилам фотографии, творчества, да, она там выходит. Но для самого фотографа каждая фотография – это как его дитя, это как его, то есть его рожденное что-то им, понимаете. И он над этим работает, она ему нравится, и он переживает. И поэтому она для него всегда будет лучше. И в первую очередь, конечно же, да, это именно общение. Поэтому что фотографы приезжают на такие выставки, поделиться своим опытом, рассказать, да, допустим, как была сделана, допустим, вот фотография Эльбруса. Ну, три дня я находился на высоте 3-400, ждал именно вот этого заката. И на мороз минус 20, поэтому… То есть эти все ощущения, они остаются в кадре, и когда ты заново видишь этот кадр, то ты переживаешь все то, что у тебя было до этого. И я считаю, что вот именно фотографы собираются именно для того, чтобы поделиться именно теми впечатлениями, которые были, когда они создавали ту или иную фотографию. Увидел рекламу в интернете на rusfollowall.ru и подумал, что почему бы и нет. Я был недавно в Грузии, и вот на границе с Грузией, пока я стоял в огромной многокилометровой очереди, и ждал, пока откроют границу, вот вышел и сделал этот кадр, и решил, что почему бы и не попробовать вдруг, но я не ожидал, что я попаду там в финалисты. И это для меня было просто авось. Не так давно занимаясь фотографией, это для меня вот первая такая вещь. Да, это скорее часть профессионального увлечения. Я просто учусь на журналистике, и собираюсь с дальнейшим быть журналистом, и фотография в этом плане очень помогает. И как дополнительный навык, как дополнительное умение, я вот начал этим интересоваться и заниматься не так давно, с Нового года. И поэтому пока это исключительно на уровне обучения пока. Посмотреть на работу победителей, чтобы что-то у них перенять, чтобы понять, почему они лучше, почему у них хорошо, что у них хорошо, и как я могу это использовать сам. Говорю, для меня это было просто невероятно, потому что это была первая вообще заявка на какой-либо конкурс, и эта фотография была сделана, когда я фотографировал месяцев 8, наверное, нерегулярно. Поэтому это шок, и это радость, и это было очень внезапно. И когда я письмо на почту получил, это было удивительно. Есть такая поговорка, очень распространенная в автоспорте, про то, что главное не количество лошадиных сил, а прокладка между рулем и сидением. Вот тут то же самое. Главное не техника, а главная прокладка между техникой и финальным продуктом. Потому что есть гениальные фотографы а-ля Пенхаасов, Максимишин, которые могут снимать на телефон так, что большинство людей не способны снять это на самые лучшие фотоаппараты. Тут дело в опыте, в видении и понимании искусства. Ну, я изредка участвую в конкурсах. Я фотографирую уже довольно таки давно, в общем-то. О конкурсе узнал через ссылку. Вот друг мне прислал ссылку, и я посмотрел и отправил фотографии на конкурс. Я живу в Кабардино-Балкарии. Отдых и Кабардино-Балкария, там знак равенства смело можно ставить. Потому что при Льбрусе самые такие известные места это у нас. И не поучаствовать в конкурсе, живя там, это большой грех был бы, наверное. Ну, учиться обязательно. Я вот думаю, что тот человек, который, в частности, фотограф, который сказал, что я мастер, все достиг мастерства, это все. Человек пропал. Потому что всю жизнь надо учиться. И участие вот в таких конкурсах, это школа, скажем так, по-своему. Вот приехав сюда, пообщаемся с единомышленниками, с участниками этого конкурса. В общем-то, вот я видел фотографию победителя. Очень достойная работа. Перемещение в любом случае интересно. Я много ездил, конечно, но каждая поездка – это нечто такое интересное событие в жизни. В общественной палате побывал тоже впервые. Опять же, участие в конкурсе, хоть и не первый раз, но каждый раз волнительно на самом деле. Потому что то, что мы фотографируем, нам интересно с той точки зрения, как люди оценят и как они воспримут. Мы-то для людей это делаем, не ради собственного удовольствия. И когда от твоей фотографии получает наслаждение тот, кто на нее смотрит, для нас это высшее наслаждение, можно сказать. Чем дальше, тем больше думаю, что умение фотографировать – это такой же дар, как умение писать музыку или стихи. Потому что фотоаппарат есть у каждого. А чтобы достигнуть каких-то вершин, надо стремиться и развивать то, что дано. Если это не дано, можно технически правильную фотографию сделать, но в ней не будет души. Фотограф – он тот же художник, только он пользуется техникой для этого. Я так считаю. Первый раз узнала совершенно случайно социальных сетей. Просто в новостях выскочила запись. Я подумала, почему бы и нет. Если честно, вообще ни на что не рассчитывала. Просто отправила фотографию. Фото, конкурс такого масштаба, пожалуй, первый. По городу, по Новосибирску, в прошлом, да, были награды. Вот такая репортажная природная фотография – это для меня, пожалуй, все-таки новое направление. Я до этого снимала, знаете, такую сказочную фэнтези. А то, что я сняла пейзаж, если это можно назвать пейзажем, да, и еще и выиграла, это для меня шок. Если честно, мне до сих пор немножко хочется в обморок упасть. Вот мои подруги, которые пришли сюда вместе со мной, не дадут соврать здесь. Я когда зашла и увидела вот эту надпись, у меня реакция была, господи, боже мой, я тут же чуть вот и не легла на пол прямо перед этой фотографией. Правда, я в шоке, очень сильно в шоке. Это был просто отдых на берегу Байкала. Я туда очень давно мечтала поехать. Сбылась мечта, наконец-то. Мы приехали, увидели это небо. Первая мысль, почему я не взяла штатив. Я знаю, почему я не взяла штатив, он не вошел в машину. Просто элементарно. Серьезно. Мы ездили на Тойоте Витс втроем. Там кошмар. И я поняла, что нужно снимать. Нужен штатив. Из подробных материалов были исключительно камни. Причем мы искали их в темноте с фонариком. То есть вот так свободно лежащих камней было очень мало. Нас трое, вот двое, собственно. Ну и я третья с фотоаппаратом. Из камней был сооружен какой-то, не знаю, дольмен, пьедестал, не знаю, как это назвать. В общем, там пристроен фотоаппарат. Я так вот куда-то примастырила, нажала на кнопочку и стала молиться. Ну а мальчики в этот момент по моей команде светили фонариками. Я вообще немножко на другой эффект рассчитывала, если честно, что вот пятна вот этого там быть не должно было. Там я надеялась, что будет фризлайт. В общем, с фризлайтом у меня не срослось, но зато вот этот метеор поймала. Ладно, нормально, хватит. То есть кадр получился, ну конкретно вот этот с первого раза. Это хобби. У меня бывают периоды, когда я постоянно хочу снимать. Бывают периоды, когда я годами камеру в руки не беру. Ну на отдых, конечно, камера всегда со мной. То есть 4 лишних килограмма на шее в горах, это да, это порядок вещей. Но я вообще считаю, что, конечно, основной момент – это вот эта невероятная красота, которую можно увидеть, а там уже как повезет. То есть это действительно то, что было в тот момент на небе. Мне кажется, даже у меня не получилось полностью всю красоту передать. Потому что то, что там и то, что здесь – это две большие разницы. Надеюсь, когда-нибудь получится полностью передать. Если мне будет с чем принять участие, то, наверное, да. Ну а так, чтобы бежать что-то снимать специально, мне кажется, это немножко неверная стратегия. Фотография, она все-таки вот отсюда идет. Вот я увидела красоту, я сняла красоту. И когда я увидела объявление о конкурсе, у меня… А, у меня же есть что показать.